Неподалеку от базы многорядов из-за гололеда в серьезное ДТП попала беременная автолюбительница. Ее ВИЦ по очереди столкнулся со встречным седаном и самосвалом. Хабаровчанка находится на 32 неделе беременности, но тем не менее регулярно садится за руль. В момент аварии 25-летняя женщина травмировала голову. На машине неотложки врачи доставили ее в 10-ю городскую больницу. По предварительным данным плод не пострадал, а у будущей мамы врачи обнаружили сотрясение головного мозга. На место аварии примчался супруг пострадавший. В момент ЧП мужчина был на работе. Туда его ранним утром и отвезла жена. Мужчина рассказал, что водительский стаж супруги составляет всего полгода. То есть фактически она зимнего опыта вождения не имела. По всей видимости, именно непривычные дорожные условия и стали причиной крушения. Горожанка не смогла выровнять машину, когда малолитражную иномарку стала выносить на встречную полосу. Тойота ВИЦ сначала ударилась о встречную кресту, а после этого попала еще и под грузовик. Ее занесло и прям боком я в нее врезался. Она отскочила и тут следом самосвал по правому ряду. И еще ее подхватил и дальше потащил. А у нее скорость какая была? У нее? Ну не знаю, километров 40-30. Да небольшая. Да ну лед потому что. Небольшая скорость движения была и у других участников этого столкновения. Дорога не позволяла разогнаться. Да и не только разогнаться. Проблема скорее крылась в невозможности быстро остановиться. Тем более для водителя машины масса, которая превышает вес легкового автомобиля в несколько раз. Вот видите результат гололеда. Ее со скетчки потащило. Тащило и все, и вот результат. А вы пытались как-то маневрировать? И что получилось? Ну вот видите, что получилось. Виновницей ДТП полицейские признали хозяйку Тойоты ВИЦ. Водитель должен выбирать скорость движения, которая позволит держать контроль над машиной в зависимости от дорожных условий. В данном случае женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате аварии ее автомобиль поврежден настолько существенно, что его ремонтопригодность вызывает вопросы. Муж, попавший в ДТП женщины, заявил о своем намерении устроить судебную тяжбу с дорожными службами. С места происшествия Евгения Куликова, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. На путепроводе у остановки Портовая попал в ДТП водитель заднеприводной машины, который решил использовать на замерзшем асфальте летнюю технику вождения. Поднимаясь на транспортную эстакаду, шофер Чайзера слишком нервно нажал на педаль газа. Проскальзывание ведущих задних колес привело к моментальному заносу и потере управления. Летом такой прием привел бы к резкому ускорению автомобиля. Зимой следствием стал уход иномарки с безопасного маршрута. Чайзер понесло на встречную полосу правым бортом вперед. Уже после столкновения со встречным цивиком нарушитель ссылался на плохую работу дорожников. Дескать, хорошо бы чистили шоссе и не было бы аварии. А вот оппоненту казалось, что такая позиция переваливания с больной головы на здоровую. Аварии не случилось бы, если бы кто-то не лихачил. В принципе, не сказать, что головой, потому что она вот видна, что почищенная. Это в два часа дня было. Вот, в принципе, скорее всего, просто из-за того, что задний привод резко стартанул. 23-летний владелец Цивика вместе с отцом ехал в бизнес-центр Золотые башни. Родственники собирались посетить спортзал. Смотрим, вылетает со встречки машина. Как бы сами начали тормозить. Ну, АБСка сработала, началась щелкать. Вот, ну и в итоге встретились так. В принципе, если бы, ну, не ушел бы так, я вбок, то, наверное, последствия были бы посильнее. Вот, хотя скорость была, в принципе, невысокая. Ну, ваша? Моя, да. Вот. А тот водитель, я так понял, газовать начал с этого. У него задний привод, и его повело. Предполагается, что и в этом случае сыграла роль неопытность виновника столкновения. Права он получил полгода назад, когда весенний гололед уже сошел на нет. Первый зимний опыт принес проблемы не только ему. Страховки ОСАГО на Чайзер нет. Это значит, что ремонт Цивика после почти лобового удара виновнику ДТП придется оплачивать из своих собственных средств. С места происшествия Валентин Борозняк, Татьяна Шамурова и Александр Савчук. На объездной дороге, соединяющей Владивостокское шоссе и Краснореченский совхоз, после аварии перевернулся пятитонный грузовик. Пострадали два человека. Ранены оказались те, кто ехал в легковой машине. Ее водители-пассажир травмировали головы. Их доставили в стационар. Первым инспекторы выслушивают водителя Ниссана Эрнесса. Седан сперва протаранил именно этот автомобиль. Шофер минивэна двигался в сторону туркомплекса «Заимка». Шофер грузовика ехал следом. Нарушитель несся навстречу. Он вылетает, начал уходить на бровку. И он тут уже его заносит, прямо на этой мамалыке его заносит. Он бьет мне заднее колесо, колесо меня разворачивает. Я уже потом уже выскочил, смотрю уже, вот она вся эта. А он когда зацепил, его машину, ее резко завернуло под меня и все. После удара шофер Эрнесса выехал через встречную полосу в кювет. Вторым ударом седан буквально подкосил грузовик. Как это было, увидел водитель, ехавший следом иномарки. Он предоставил автоинспекторам запись своего видеорегистратора. Свидетель едет за грузовиком, соблюдая на скользкой дороге приличную дистанцию. Секунда, слева появляется иномарка, ударяется о борт дизеля. В замедленном повторе видно и крушение минивэна. Он съезжает на заснеженную противоположную обочину. Из салона грузовика выбирается женщина с ребенком и водитель. Травм никто из них не получил. Одной из причин ДТП участники столкновения назвали сложные дорожные условия. Дорога, смотрите, вот видите, вот зацепил он лед и... 80 километров на такой дороге-то, извините меня, это... Сами понимаете, вот все, вот это все-то есть. Виновником в этой аварии будет признан шофер Ниссана Санни. За рулем автолюбитель чуть более двух лет. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин. У остановки птицефабрика нетрезвый водитель утром разбил две иномарки и чудом избежал столкновения с третьей. А после пытался развернуть ситуацию в свою сторону, уверяя, будто виновник ДТП вовсе не он. Но трезвомыслящие инспекторы быстро разобрались в ситуации. До столкновения водитель Тойоты Спринтер двигался в сторону поселка Березовка. Ему навстречу ехал поток машин. При выходе из плавного поворота Тойоту занесло и иномарку развернуло на 90 градусов. Шофер первой встречной машины отреагировать успел и энергичным маневром ушел из-под удара. Уехавшего следом автолюбителя такого шанса уже не было. Он, получается, дорогу закрыл вообще. То есть перпендикулярно, да? Да, да, он дорогу закрыл, вот эта машина может вот так стоять. В салоне Ниссана Блюберт кроме водителя была еще и пассажир. Женщина стала единственным незаинтересованным свидетелем аварии. Я, говорит, думала, что три машины в кучу и все, уже мне смерть пришла. Но это показания этой женщины, которая находилась у мужа в машине. После удара оба автомобиля отбросила на обочину. Несмотря на характерные повреждения, подтверждающие слова водителя Блюберда и свидетеля, шофер Тойоты выдвигал свою лишенную смысла версию. Якобы оппонент беспричинно въехал в боковую часть его автомобиля. Затормозил, его машину развернуло. Слышишь, ты дорогу закрыл. Куда меня делаешь? А как он ударил мордой тогда? Как интересно? Друга повреждения. Машину развернуло. Ты дорогу закрыл. Виновником ДТП автоинспекторы признали водителя Тойоты. За руль мужчина сел нетрезвым, будучи лишенным водительского удостоверения. Общим у участников было лишь то, что оба недавно выставили свои автомобили на торги. За Ниссан владелец планировал выручить 230 тысяч, а виновник аварии за свой автомобиль около 80. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин. Необычные происшествия и спасательные операции в третьем блоке программы. А вот что мы покажем в завершении у нас. Вышибли дверь и увезли в больницу. На улице Костромской неадекватная жительница пятиэтажного дома пообещала соседям, что взорвет газ. Квартиру пенсионерки взяли к штурмам. Коммунальные квартиры 21 века. На Краснореченской улице сотрудников МЧС привлекли к спору двух переселенцев, которые вынуждены делить одно жилье.